12-ти раундовый бой за титул чемпиона WBO International в суперполусреднем весе до 69,9 кг. Внимание на экран! Я жду очень жесткий бой. Я готовлюсь к жесткому бою. Готов на все. Прям готов на все. Бокс появился в тот момент, когда мне было 12 лет. Я переехал с Дагестана. У меня дядька отвел на бокс, хотя я хотел на кикбокс или на футбол. Футбол не очень был развит, кикбокса не было и пришлось идти мне на бокс. Если я на тренировку не пойду, меня наказывали. Если я пропускаю тренировку, меня наказывали. Я не понимал, зачем я занимаюсь вообще. За это мне хотелось бросить бокс. И потом мне предложили, пошли в Егорцевой колледжи интернат-олимб. Каждый день в режиме. Утром встаешь. Потом две тренировки в день. Иногда три тренировки в день. Ты подходишь к бою, побеждаешь и поднимаешь. Когда поднимают тебе руку, ты просто забываешь то, что ты прошел. Вот это кайф. Настоящему кайф. Встречайте в синий угол ринга претендента на титул из города Токио, Япония, Окинори Ватан-Дабе. Ну что ж, а сейчас соперник Магомеда Курбанова выйдет первым. Окинори Ватан-Дабе представляет Японию, город Токио. Очень-очень опытный боксер на его счету. 35 побед при шести поражениях из 35 побед 30 нокаутов. Опытный, бьющий, не уступающий практически Магомеду в росте. Метр семьдесят пять рост Окинори. У него длинные очень руки. Размах рук сто восемьдесят четыре сантиметра. Ему тридцать два года, как я уже сказал. Он старше Магомеда, причем на восемь лет. На семь лет. Профессионал с февраля 2004 года Окинори Ватан-Дабе. Начинал свою карьеру Окинори еще в рамках полусреднего веса. Шел без поражений примерно до декабря 2007 года, пока не проиграл опытному своему статичному Тадаши Юбе. В поединке за звание чемпиона Японии. Предыдущий бой провел Окинори не так давно. В ноябре он победил бойца из Филиппин Дениса Падуа. Нокаутом в мае также побеждал нокауту. Вообще у него четвертый поединок за этот год. Это показывает, что боец на ходу и в достаточно хорошей форме. Вообще японские боксеры, ребята, достаточно жесткие. Если не брать первый средний вес, а ребят полегче, можно вспомнить того же Такаши Миуру и других ребят. Такаши Учияма очень жесткие. Если брать малышей, там есть и Кадзюнари, Такаяма и Такеши Иное. Вот под такую авангардную японскую музыку выходит Окинори Ватанаде. Самурай настроен очень серьезно. На взвешивании он заявил, что собираюсь я нокаутировать Магомеда Курбанова. Посмотрим, удастся или нет. Угол ринга действующий чемпион из Екатеринбурга, Россия. Магомед Чорбинев Курбанов. Ну а сейчас Магомед Курбанов, 22 года боксеру, 12 побед, 0 поражений, 0 ничьих. У Магомеда 177 сантиметров рост, профессионал с июня 2015 года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дамы и господа, представляю вам судейскую бригаду титульного поединка. Боковые судьи Виктор Панин, Россия, Матео Мантелло, Италия, Дейв Херрис, Великобритания, супервайзер WBO и Штванковач, Венгрия, супервайзеры Федерации бокса России Сергей Хурсанов и Кирилл Щекутев, Россия. Под ваши аплодисменты представляю вам соперника в синем углу, боец из города Токио, Япония. Ему 32 года, рост 175 сантиметров, вес на взвешивании 69 килограмм, 350 грамм. Профессиональный рекорд 41 бой, 35 побед, 30 одержанных нокаутом, 6 поражений. Экс-чемпион ПАБА СУПЕР, экс-чемпион ОПБФ Акинори Ушива Камару Окибей Ватанаве. Его соперник в красном углу, боец из города Екатеринбург, Россия. Ему 22 года, рост 177 сантиметров, вес 69 килограмм, 400 грамм. Профессиональный рекорд 12 боев, 12 побед, 9 нокаутом. Девятый номер в рейтинге АБФ, шестой номер в рейтинге WBA, второй номер в рейтинге WBO. Чемпион WBC Евразия, чемпион WBC Азия, чемпион WBO Интернешнл, непобежденный Магомед Чёрный Лев Курбана. Ну что ж, сейчас начнется поединок. Магомед Курбанов против Акинори Ушива Ватанаве. Бой в рамках первого среднего веса на кону пояс WBO Интерконтинентов, принадлежащий Магомеду Курбанову. В стойке Левши боксирует японский боксер. Еще раз, у него длинные руки, он это сейчас демонстрирует. Очень быстро сокращает дистанцию, правда попадает в клинч. Японец сгрессивен, нокаутер еще раз на 30, 5 побед у него, 30 побед нокаутом. А если брать первый средний вес, то там есть очень жесткие ребята в Японии. Тот же Шахиру Камигай, который расстоял Мигелю Котто в августе, проиграл по очкам, но оказал мощный удар и битонную челюсть. Но Магомед Курбанов любит, когда соперники идут на него, он себя считает больше панчером. Мы помним его предыдущий поединок с Степаном Хорватом, очень сложный бой с Магомедом. Да-да, Степан Хорват практически весь поединок отработал вторым номером, практически тянул на себя, ничего сам не делал. И достаточно сложно, когда сложился этот поединок. Магомед на скачке справа. Идет вперед Аргентия, простите, конечно же, японец. Да, японец, конечно же, японский боксер. И ловит его, кстати, здесь ловит Магомед Курбанов. Но, смотрите, подогнулись немножко в ножки у японца. Там, мне показалось, было столкновение головами. И у нас остановлен поединок в связи с этим поводом. И делают мелкие предупреждения японцы, чтобы не шел опасный вперед головой. Итак, бой продолжается. Первый раунд. Смотрите, сейчас японец вроде бы хотел вытянуть Магомеда. Но тут цапнул Магомед слева и отработал на ногах. Хорошо попадает Магомед на скачке. И японец хочет реваншироваться. Магомед улыбается и передает привет флоту Мэйвезеру. И еще раз хорошо наказывает Магомед Акиноли Ватанабе левым боковым. Ну, то, что любит Магомед. Проще на него соперник. Японская сладкая булочка. По крайней мере, пока. Не знаю, может там гвозди есть, конечно. Часто идет Ватанабе так немножко низко головой, очень вперед. Заваливается. И здесь его можно ловить и перкутом. Бакс! Практически не прячет свои действия за финты. Японский боксер, он прямолинейный, настроен. Он честный японский самурай. Они такие. Я вспоминаю Шахиро Камигай, который 12 раундов ходил за Котов, получал в лицо и при этом улыбался. И ничего ему не было. Такой биоробот японский. Магомеду нельзя вот так вот тоже заваливаться с ударом. У японца желание врезать присутствует очень даже. Заканчивается раунд. Хорошую защиту демонстрирует Магомед Курбанов. Благо, что соперник позволяет, как ты, коллега, верно заметил, достаточно открыто пока работает японский боксер. Ждем второй раунд. Магомед Курбанов. Магомед Курбанов. Магомед Курбанов. в поединок за звание чемпиона w.o. intercontinental поиск принадлежит российскому боксеру магомеду курбанову в красных перчатках японский боец акинори ватанаби он в черных приехал как претендент мы видели первый раунд достаточно открыто работал японский боксер явно показывал желание ударить а вот сейчас зацепил магомеда курбанова магомед отработал по большей части старым хорошо падает слева магомед и тут же смещается за ногу суперника и при этом не летит добивать прекрасно понимаешь сможет нарваться навстречу тураби очень опасен очень опасен на своей дистанции нельзя скидывать это со счетов и аккуратно аккуратно работает магомед здесь встретил его и в чем и сам ватанаби бьет очень опасный правый крюк такой навстречу размашеский под такой не очень традиционной амплитудой благо длинные руки позволяют сейчас попадает слева вот она галом левша как и все заметили естественно вот смотрите активизировался японец и посмотрите потянул он курбанова на себя чуть поменял тактику скушал джеб навстречу вот она бы вот опасно обменялись прямыми бойцы пошел вперед магомед гурбанов попадает но вот тут смотрите встретил и сместился уже японский боксер ну и мага решил что надо вспомнить о том что я больше люблю когда на меня идут начал так чуть-чуть подтягивать для себя япорца но при этом сейчас взорвался двойкой вот готовит японец удар слева навстречу по моему это даже видно с другой стороны у него низковато опущенные руки и здесь и здесь бы боковой не помешал бы попал сейчас магомед но сейчас ответил и японец да вот она бит в долгу не останется он размажется на его дистанции он да он реваншист он будет будет всегда будет в ответ красиво попадание навстречу и тут же сместился магомед за переднюю ногу своего соперника единственное что пока немножко магомед на одиночные удары заряжен хотелось бы серийной работы тоже ему надо немножко привыкнуть и плюс надо отдать должное сопернику он пока очень заряжен сильно бьет и и не стоит рисковать тут оставаясь на серии вот хорошо по хорошим чему я нет но не добавлять как ему удалу ничего пока а вот сейчас справа достает магомед соперника и и и и и и и Вот здесь на повторе хорошая двойка прошла у Магомеда. Вот может быть ему действительно подключать почаще. В перерыве Магомеду подсказывали в углу. Николай Попов говорил, что больше он работал тактически. Правильно смещался за переднюю ногу своего соперника. Показывал справа, пытался поймать навстречу левым крюком. Ну и напоминал ему про работу по туловищу. Вот сейчас цапнул Курбанова ватанабе. Пошел Магомед вперед. Отстреливается джебом ватанабе, но здесь блок. Это опасный крюк. Джеб от Курбанова. Хорошо попадает сейчас еще раз джебом Магомеду. Точно в лицо. Еще один хороший точный джеб. И здесь на скачке левый боковой хороший. Японий стерпеливый. Японий стерпеливый. Вот смотрите, вот опасный сейчас встретил слева. Левым прямым. Причем сам пропустил ватанабень, но рискует, рискует, понимает, что может пропустить. Для него основная задача попасть. Он не будет размениваться на перестрел. Это такого типа боец, который больше нацелен на свое попадание, нежели на те удары, обращать внимание, которые он пропускает. А вот сейчас апперкот опасный прошел у Окинори ватанабе. Магомед издали точен. И джеб в корпус. Старается благодаря своим длинным рукам все-таки держать на дистанции Курбанова. Хорошая атака по туловищу от Магомеда. И добавить бы еще. И здесь попадает. Аккуратнее, аккуратнее нужно возвращать Магомеду Курбанову руки на место. Хорошо достал. Цепанул, цепанул жестко Курбанов соперника. Но, смотрите, опасен. По-прежнему ватанабе опасен. Если будет так вот с открытым забралом кидаться Курбанов, то рискует он скушать навстречу плюшку. Через корпус начинать атаки рекомендует Николай Попов к Магомеду. Заметьте, подсел немножко ниже специального ватанабе. Корпус, пожалуйста. Ну, снова попал туда. Достал крюком. Хороший правый крюк. И еще один. Жестко работает Курбанов. Проблемы, 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 проблемы сейчас у Японца были очень серьезные. Ох. Но он настоящий реваншист. Смотрите, пошел отвечать. Пошел в размин Японец. И по корпусу, корпус голова от Курбанова. Жестко вкладывается в угар. Кладывается в ударе Магомед Курбанов. Пошел губить. Шикарный размен, но пропускает Магомед тоже. Но его удара тяжелее. В стоячем нокдауне. И смотрите, как тяжело на Магомед Курбанов идет Япония. Посмотрите, как возвращается в свой угол на японский боксер. И я бы снял. Магомед Курбанов. Магомед Курбанов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а сейчас главный вопрос. Восстановился ли японец? Он настоящий самурай. После пропущенных ударов побежал реваншироваться. Но Курбанов жестко работает. Независимо от того, восстановился или нет Ватанаби, он все равно пойдет вперед и будет прессинговать. Вот это. И как раз самурайская такая, да, самурайский дух. Но смотрите, попадает Ватанаби тоже. Да, он пропускал. В конце первого раунда очень серьезно, но тем не менее. Порох у него в пороховницах еще остался, безусловно. Да, и, возможно, он сейчас очень опасен, конечно же, как раненый лев. Ватанаби. Раненый лев против черного льва. Поэтому Магомеду в любом случае нужно быть аккуратнее. Мы видим, он не летит, добивать прямо сразу. Наверное, все правильно делает Магомед за счет передней руки пытается немножко разминировать своего соперника. Низко держит, кстати говоря, левую руку Ватанаби и напрашивается туда правой боковой. Но он делает все для того, чтобы минимизировать попадание по туловищу. И так видно, кстати, что подзаблыл немножко глаз правый у японца. Но та взбучка, которая не прошла даром. Хороший, точный джеб от Курбанова. Давай бей, говорит японец. Ах, шоумен. Но у Магомеда такие финты не ведется. Корпус, корпус, кричит Николай Попов своему подопечному. А здесь сместился Магомед и зашел на ближнюю дистанцию. Ненадолго. Стоп, стоп. Ну, шоу. Окей? Фокс. Японец показывает, я в порядке, у меня все хорошо. Что-то ты мало меня бьешь, Магомед, намекает он Курбанову. Где твои удары? Посмотрите, навстречу пытался поймать сейчас Ватанаби Курбанова. Заманивает, заманивает японец. Но вот, судя по всему, та пауза, которую Курбанов взял, пошла японцам на пульсу. Да, он успел восстановиться. Насколько до конца он сумел восстановиться, конечно, сейчас. Сейчас непонятно, но... Ну, шоу, по корпусу попадает Курбанов. И здесь, может быть, стоит усилить натиск. Выбрасывать не одиночные, а все-таки двойки, тройки. Но никуда, никуда не торопится Магомед. Ак рационально расстреливает, расколачивает то в голову, то в корпус, направляя свои удары. Четвертый раунд. Еще времени вагон. Главное, не, так сказать, не растранжирить те шансы, которые у тебя были. Спокойно, спокойно. Пока все хорошо у Курбанова получается. Конец раунда. Видим мы, что он чуть-чуть снизил темп. Вот смотрите, длинные руки японцу раз. Нет, нет, да и достанут иногда Курбанова. Четвертый раунд закончен. Спивай корпус. Оно придет. Оно придет. Понимаешь меня? Спокойненько, спокойненько. Передняя рука вообще не стоит, Магомед. Постоянно ехать. Постоянно передняя рука. Постоянно передняя рука. Начинается пятый раунд. Еще две трети поединка как минимум впереди. Запланированных, по крайней мере, если чего-то не произойдет. Сверхординарного, например, нокаут. Пришел в себя японец за четвертый раунд. В третьем он такую очень серьезную трепку выдержал. Многие, наверное, думали, что Магомеда его дожмет. Но вот Курбанов решил более рационально поработать. Но вот сейчас, я думаю, главное для Магомеда именно нагружать соперника. Целенаправленно, методично нагружать. Где-то, может быть, ситуацию даже засушивать, не обострять. Просто кормить, 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 кормить. Вот как сейчас он и делает, собственно говоря. Грузить, 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 грузить. Подсказывают из угла как раз-таки Магомеду. И лишний раз не рисковать. И да, ударил, чуть-чуть оттянулся. Через джефф. Что, собственно, Магомед и делает. Японец пока не успевает за ударами Магомеда. Вот опять, смотрите, левый боковой навстречу. Как хорошо, как точно. И туда, по спине, зарядил. А вот сейчас Магомед именно делает то, что от него требовали. Именно боксирует. Не разменивается. Не идет уничтожать. Именно боксирует. При этом удар у Магомеда не слабый. Да, он методично расколачивает. Расколачивает своего соперника. Но там был шанс. Но обострился немножко в Атанабе. Он понимает, что эта ситуация ему не на пользу. Но он понимает, что его перестукивают. Перебивают в таком ключе. Нужно ему самому рисковать. Учитывая, что он бьющий парень. А хорошо, как сейчас Магомед попал. Отжал в угол. Японец еще раз цапнул и тут же отошел. Очень аккуратно. Вот смотрите, аккуратно Магомед работает. Японец все равно опасен. Посмотрите, навстречу всегда у него готов вылететь левый крюк. И Магомед это понимает. И чуть-чуть подопустил ситуацию. И решил японец вернуть все пропущенное. Удастся или нет. Другой вопрос. На месте руки у Курбанова. Корпусом он отзащищался. Здесь по защите пришелся удар у японца. Магомеду нужно бить. Смысл подходить без ударов к сопернику. Заканчивается раунд. Не успел. Заканчивается раунд. Заканчивается раунд. Заканчивается раунд. 30 минут! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Опа, и начинает прекрасно. И еще один хороший удар в исполнении Магомеда. Если в предыдущих раундах Магомед не рисковал, а отвечал только одиночными ударами, то мы видим, начал добавлять, сдваивать. В шестом раунде вообще там была в конце очень хорошая серийная работа от Магомеда. Прекрасно, Джебс. Начинает потихонечку наращивать темп. Магомед чаще-чаще начинает атаковать. На паузе японец, но он ждет момента, чтобы встретить левым боковым. В других вариантах у него нет абсолютно. Работа корпуса Магомеда. Взял Курбанов паузу небольшую. И здесь хорошо справа попадает. Пропускает, правда, сам, но это бокс. И здесь еще. Я думаю, я решил, Магомед немножко пойти на обострение. Это чувствуется. Но с другой стороны он дает шанс ей боксу. Готов к драке. В принципе, размены это его тема. Вот потянул на себя, вроде бы, Курбанов соперника. Вот хорошо сейчас встает Курбанов. Вот она бы. Ох, какой жесткий. Мы с вами видели мощный крюк. Показывает вот она бы, что с ним все в порядке. Он бравирует, но я уверен, что прочувствовал очень серьезно он этот удар. И вот это... Вот это у нас избиение японца. И времени еще предостаточно. Вот это да. Вот это да, друзья. Но держится, держится японский самурай. Вот пошел в клич, наконец-то. Ну и снова, как в третьем раунде, после пропущенных ударов, пошел вперед на обострение японский самурай. Левый жесткий встречный от Курбанова. Но публика хотела красивый жесткий бой. Пожалуйста. Молодцы матчмейкеры, что я могу сказать. Правильный подбор соперника. Это половина успеха. Но Магомету нужно быть аккуратнее. Японец наелся, но не сдался. Смотрите. Пытается он боковыми цеплять Курбанова. Настоящий самурай продолжает идти вперед. Воин. Заканчивается, заканчивается у нас седьмой раунд. Идет вперед Магомет, но нужно аккуратнее ему быть. Японец, нет, он не сдался. Такие не сдаются. Взяли боксеры паузу. Ну такой был размен до этого. Прекрасный раунд. Пропует... 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 Хорош. Восьмой раунд, дорогие друзья. Вы все видели сами в конце седьмого раунда, какие удары кушал японец. Мощнейшие удары, тем не менее он на ногах, он не сдался, и он будет искать свой шанс. В черных перчатках Окинори Ватанаби, вот он показывает там верхний брейк. Дойдет ли дело до нижнего, мы скоро узнаем. Магомед Курбанов противостоит японскому самураю. Черный лев, прозвище у этого бойца. Вот попадает хорошо справа, Курбанов достает джебом. Ох, хорошо-ка. Вот какое попадание. И закачался, закачался, пошатнулся немножко японский боксер. А вот сейчас бы еще на корпус перевести. И, ну, выпрашивает японец. Все правильно делает Магомед, не торопится. Японец выпрашивает правый крюк на самом деле. Рационально, рационально очень расколачивает защиту соперника. Ну, такой садист, я бы сказал. Магомед садист, Курбанов. Опасно сразу лететь. Смотрите, как пошел слово японский боксер вперед. Он самурай настоящий. Силы есть еще у него. Но застаиваться тоже нельзя Магомеду вот так вот принимать все на себя. Ну, да, встал Магомеду Канатов и тут же взорвался несколькими ударами японский боксер. Чем-то японец... Ох, там гематома и на втором глазу уже. Там два глаза заплыло, и без того узкие глаза японца стали еще уже, я бы так сказал даже. Приглашен доктор. Очень серьезные, серьезные, так сказать, опасности глаза японского бойца. Смотрите, смотрите, боевой дух не оставляет Акинори Ватанаби. Он настоящий самурай, он готов продолжать. Он настоящий воин. Но там очень серьезные гематомы. И все, отказ. И доктор, да, принимает решение остановить этот поединок. Японец хотел продолжать. Крайней степени его доволен. Да, настоящий, как мы уже неоднократно говорили за этот поединок, воин. Но здоровье боксера превыше всего, и оно у него одно, и оно не заканчивается ни клеткой. Здоровье бойца, ни здоровье боксера рингом. Мы видим, как Магомед Курбанов приветствует очень уважительно японского бойца. Слышим, как публика поддерживает. Действительно, очень зрелищный поединок получился. В восьмом раунде бой был остановлен. Мы видим группу поддержки. Акинори Ватанаби также находится в зале. Ну а мы ждем официального объявления победителя в этом бою. Аплодисменты. Спасибо всем, кто-то меня болел. Друзья, на самом деле абсолютно справедливая остановка поединка. Абсолютно согласен я с Элендонансером. Оба достойные аплодисментов. Я полностью показал характер. Безусловно. Глаза не видели у него вообще. Подбил лицо. Уважаемые дамы и господа. Реферей остановил бой на первой минуте 15 секунды 8 раунда. Победу техническим нокаутом одержал и остался чемпионом WBO International. Суперполусреднем весе. Чемпион WBC Азия и Евразия. Магомед Чёрный Лев Курбанов. Ну что ж, мы поздравляем Магомеда Курбанова с яркой победой. И, конечно же, огромнейшее уважение очень боевитому японскому боксеру. Я люблю вас. Спасибо вам. Очень сильно поддерживаете нас. РМК боксин промоушен наших спортсменов. Спасибо вам огромное. Я очень сильно люблю боксировать именно на этой арене. И я здесь. Это очень жесткий соперник. У него все бои жесткие. И практически 80% победы нокаутом. Это для меня еще раз большой опыт. Мы все вместе с вами идем к одной цели. Это титул чемпиона мира WBO. Спасибо всем. Спасибо Игору Алексеевичу Алтушкину. Спасибо Куйбышу Евгену Владимировичу. Огромное спасибо. И спасибо тем людям, которые мне помогают. Мою подготовку, которая присутствует в моей жизни. Это огромное, как сказать, желание еще идти дальше и показывать им, приносить им радость. Спасибо всем. Аплодисменты чемпиону. Аплодисменты чемпионов. Аплодисменты. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА